Знаменная группа в парадной форме. Заместитель войскового атамана Николай Перваков отметил, что за исключением единиц, все более чем четыре сотни представителей хуторов и станиц одеты по уставу. В нем же прописана процедура избрания атамана. Гимн России, гимн Кубани, помянуть ушедших стариков и павших, а к любому делу приступать, помолясь. Пасхальные торжества продолжаются, поэтому и тропарь соответствующий. Ответ каждый из выступавших держит не только перед товарищами, стариками и начальством. За те пару часов, пока символ власти стоял бесхозным, Исаула Валерия Плотникова минимум дважды называли не иначе, как батькой. Поднимутся, подставят плечо и поддержат. Сегодня идет нормальное взаимодействие с властью, с главным поселением, с силовыми структурами и властью районной. Один из ключевых показателей – за пять лет численность анавского общества увеличилась на 479 человек, почти до 2400. Сегодня дружина по охране государственной границы на первых местах. Специальный кубок пограничного управления отдан анапчанам на вечное хранение. Взяты под охрану социальные объекты, а 97 казаков патрулируют улицы вместе с полицией. Сегодня при мощнейшей поддержке губернатора Краснодарского коллеги, Миша Кондеракева и атамана кубанского казачьего возраста Николая Санча Далута, сегодня мы имеем возможность в администрации. Те вопросы, которые перед нами сегодня ставит анапское районное казачье общество решать более оперативно, более свободно. Но я уверен, что мы все вместе добьемся, когда про нас скажут, что анапское районное казачье не только одно из лучших, а самое лучшее в поиске. Спасибо. В конце минувшего года в Юровке открылась первая казачья школа. У общества выходит еженедельная газета. Валерий Плотников отметил, что успех общий. Участвует во всех мероприятиях, занимает лидирующие позиции по многим вопросам, по многим делам. Поэтому я хочу сказать, да, движется общество вперед, есть перспектива, есть у руководства знания, опыт. Это второе общество в войске по увеличению численности, и оно самое многочисленное. Также, значит, по форме одежды, по военно-полевым сборам хорошая организация, именно в Анапском районном обществе. Потому что мы проводим военно-полевые сборы для того, чтобы где-то, если чрезвычайные ситуации или непредвиденные случаи, Анапское общество показывает себя одной из лидирующих. До этого практически во всех станицах и хуторах предложили переизбрать действующего атамана на третий пятилетний срок. Альтернативных кандидатов не выдвигали. В итоге 402 за, 7 против. Будем работать, как и работали, только еще чуть-чуть лучше. У нас еще задача, это одна школа казачьей, надо, как минимум, трею в Анапском районе, увеличить численность казаков Анапского района, чтобы мы выполнили устав кубанского казачьего поиска, и в нашем районе было 2,5 тысячи. По словам Николая Первакова, теперь задача дальше следовать проложенным курсам. Отдельные недочеты – это повод поставить новые цели и к ним стремиться. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.